Я так подвергаю, мусора украли, наверное. Просто это какая ответственность? Уголовная, административная или что? Конечно, уголовная. Прошу провести проверку и тех, кто это сделал, найти и посадить на бутылку. Хорошо. Давайте еще на то, что Путин вор, оставлю заявление. Путин вор. И все? Да. Хорошо. Новокосино, дежурная часть Костюкова. Алло, здравствуйте, Костюков. Да, здравствуйте. Говорите. Вот у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, я вот похитил недавно двух человек, но я потом их выпустил, в общем, все нормально было. Я вот одному из них у одного украл телефон, получается, совсем. То есть я его забрал себе. А второму в телефон жучок прослушивающий, знаете, запрещенный, который к обороту. Он вставил в телефон, вот, и он нашел его. И вот он сейчас хочет написать на меня заявление в полицию и что-то со мной сделать. Вот подскажите, пожалуйста, что мне за это будет? Фамилия ваша как? Ну, слушайте, ну, вы сначала скажите, что мне за это будет, а потом это самое. Я не бабу, я не суд, чтобы какую-то там выносить вам решение какое-то. Не, ну, просто. Потом разбираться. Просто это какая ответственность уголовная, там, административная или что? Конечно, уголовная. Ой. А что, прям надолго можно сесть, да? Я не знаю, это я еще раз вам говорю. Я не профессионалист. Фамилию скажите свою. Хорошо. Вместе со мной были задержаны оператор нашего YouTube-канала Аким Керимов и начальник моего избирательного штаба на выборы в Госдуму Ольга Ключникова. Их обоих перед самым Новым годом арестовали на 7 суток. И вот на выходе из спецприемника телефон Керимова, который у него забрали перед отправкой в спецприемник, ему не отдали. Без каких-либо документов и уведомлений его как собственника неизвестные люди просто забрали телефон. Своровали, точнее будет сказать. А начальнику моего предвыборного штаба Ольге телефон после ареста вернули. Это было странно. И поэтому мы присмотрели к телефону получше и обнаружили там прослушку. С виду это обычный айфон. Но если присмотреться поближе, можно заметить явные следы вскрытия. Но вот это устройство мне незнакомо и вижу я его впервые. Если честно, я не уверен, что таким айфоном вовсе безопасно пользоваться. Несмотря на то, что в нем установлен еще и жучок. Фамилия моя Сафронов, зовут меня Павел Владимирович. И я бы попросил вас сейчас принять у меня заявление. Я, конечно, примем. Сафронов, как зовут? Павел Владимирович. Павел Владимирович. Так, вы где находитесь сейчас? Дома? У себя? Дома, дом. Дома, да? Так, что вы хотите от нас? Говорите. Я хочу, чтобы вы им приняли у меня заявление. Я спрашиваю, о чем заявление? О том, что в конце декабря 2020 года сотрудниками полиции... Одну секундочку. Одну секунду. Так, в конце декабря 2020 года. Так. Дальше. Сотрудниками полиции ОМВД России по району Ново-Косино. Были задержаны граждане. Так. Керимов и Ключникова. Керимов? Керимов. Керимов через Э? К. Керимов. К? Керимов. К первое, да. Керимов. Так. Керимов и? Ключникова. 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 КОВА. Ага. Так. Дальше. При этом у них были похищены мобильные телефоны. Затем Керовским районным судом им было назначено наказание в виде административного ареста. Телефоны похищены были где у них похищены? Понятия не имею. Ну, я так подвергаю, мусора украли, наверное. Ну, я попросил вас немножко не выражаться. Как бы так, вы все-таки человек культурный, я так понимаю. Я вроде матом не ругался. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Дальше. В дальнейшем Ключниковой был возвращен телефон. После отбытия наказания Ключниковой был возвращен телефон со следами вскрытия, в котором она обнаружила электронное устройство, предназначенное для негласного получения информации об ее местоположении, а также обладающей функцией прослушки. Предполагаю, что данное устройство было незаконно помещено в телефон для осуществления незаконного получения информации представителями государственной власти России. Ну, а второй телефон просто похитили. Все? Ну, все, прошу провести проверку, и тех, кто это сделал, найти и посадить на бутылку. Хорошо, приняли ваше заявление. Какой номерочек-то скажите? К нам подойдете, мы вам сообщим номерок. Я по телефону, номерки или так далее сообщать не буду. Хорошо, давайте еще одно заявление. Это будет у вас заявление зарегистрировано. Давайте еще одно заявление, тогда примите, пожалуйста. Готовы? Говорите. 13-го... Алло. 13-го, 01-го, 2021-го года. Я обратился в дежурную часть МВД России по району Ново-Косино. Угу, так. С заявлением. И подал его дежурный, оперативно-дежурный Фольгина. У вас есть такая, да? Или как-то так ее фамилия? Фольгина. Куда вы подали заявление? Ну, в дежурную часть. Какую? Вашу, Ново-Косино. Дежурную часть, так. Ну, как фамилия? Фольгина есть у вас такая? Или Фольгина? А, Фольгова. Да, Фольгова может быть. Фольгова, ну... Вот. И после подачи, соответственно, сообщения, она сообщила мне регистрационный номер моего сообщения. Угу. Однако позже, 14-го, 01-го, 2021-го года, Я также обратился в ту же дежурную часть для подачи следующего заявления. Однако, оперативно-дежурный, ну, там, вашу фамилию можете вписать. Ну, дальше, да. Да, отказался сообщать мне номера, ссылаясь на... На что вы, кстати, ссылаетесь? Я не ссылаюсь на что, я просто по телефону, не видя вас, и не знаю, кто вы, кто вы, вот. Я могу не предоставлять вам никакой информации. Да, с того, что вы так решили. Ваш заявление я зарегистрирую. Можете приехать к нам и доставить... Да, 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 я понял. Просто... Заявление ваше есть. Да, дальше, не ссылаясь ни на что, отказался предоставить данную информацию. Да, конечно. Вот, да, прошу кого-нибудь из них... Да, прошу, ну, вы не дослушали меня. Прошу кого-нибудь из них привлечь дисциплинарную ответственность за это. То есть, либо это самое... Фольгову, да, либо вас. То есть, кого-нибудь из вас надо наказать, получается, да? То есть, одна предоставила. Давайте еще на то, что Путин вор, оставлю заявление. Говорите. Путин вор. И все? Да. Хорошо. Приняли вашу информацию. Вы согласны со мной? Я говорю, приняли вашу информацию. Хорошо. Всего доброго. До свидания. И вам. Ну что, друзья, это не я сказал, что вот за такие действия, как сделали, как я понимаю, мусора, предусмотрена уголовная ответственность у нас в России. Это мне сказал вот оперативный дежурный, с которым только что разговаривали. То есть, нельзя у нас воровать телефоны, а если уж возвращаешь телефон, то нельзя помещать туда прослушку. То есть, вообще нельзя его брать, телефон чужой. Не то, чтобы помещать прослушку. На то, что помещение прослушки образует отдельное уголовно наказуемое деяние. Поэтому, ну что ж, теперь, когда я подал заявление уже о данном факте, я думаю, что их, собственно, ну, что, как я и просил, надеюсь, что их посадят на бутылку, так же, как они делают с остальными гражданами. Ну, только я это в фигуральном смысле имел в виду. А вот мусора частенько сажают на бутылку в прямом смысле людей. Прям на бутылку, в смысле, на прямую кишку. Вот в прямом, прямо в прямом смысле, как кишка. Вот, например, в отделе полиции дальней в Казани, как вот это все было. Вот, ну все. Подписывайтесь на канал, поставьте этому видео лайк и напишите множество комментариев, что вы думаете по этому поводу. Ну и, конечно же, не будьте равнодушными, защищайте своих близких и боритесь за свои права.